Всем здравствуйте! Немножко русского в начале, пока собираемся. Меня зовут Елена, я преподаватель английского онлайн-школы AllRight, и вы смотрите серию бесплатных уроков в прямом эфире английского языка от нашей школы. Сегодня у нас день начального и выше уровня, или школьники и старше. Если ваш ребенок еще маленький и впервые будет смотреть урок, то просьба быть рядом, чтобы у ребенка было спокойно, и вы могли помочь в случае необходимости. Если вы также впервые попали на этот урок, то с апреля я веду уроки здесь в Инстаграм в прямом эфире. Предыдущие уроки можно посмотреть на IGTV-канале, это здесь в Инстаграме иконка телевизора. Также многие уроки уже есть и на нашем YouTube-канале. Школа называется AllRight, и все наши социальные сети также называются AllRight. Вы можете подписаться на нас в YouTube, ВКонтакте, в TikTok. Мы есть очень смешные познавательные видео. Также у нас есть свой Telegram-канал, где вы можете также получать полезности. Это и грамматические подборки, правил, и ассоциативный способ изучения слов, подборки книг, других YouTube-каналов полезных, независимо от того, вы занимаетесь сами или с преподавателем. Также, если вы еще мало знаете о нашей школе, завтра в 7 часов вечера здесь в Инстаграм в прямом эфире у нас пройдет вебинар «Что, где, как, AllRight?». Мы расскажем о нашей школе, о том, как выбрать преподавателя, какие у нас есть преподаватели, какие у нас есть акции, курсы, форматы занятий, как проходят занятия, и вы сможете задать свои вопросы. Поэтому, если у вас есть вопросы и вам интересно, пожалуйста, завтра в 7 часов вечера встречаемся здесь. Также напомню расписание кратко. Мы встречаемся понедельник, 14.00 по Москве. Это средний и выше уровень или школьники и старше. Среда, 14.00 по Москве. Встречаемся дошкольники и старше или начальный и выше уровень. Так, что еще забыла сказать? А, да, здесь в Инстаграме в шапке профиля есть ссылка на запись на бесплатный пробный урок. То есть вы можете сами проверить этот формат, если вы еще мало знакомы с онлайн-обучением, ну и, соответственно, понять, как это происходит у нас в школе, как это выглядит. Ну и также очень важное преимущество, что преподаватель, с которым вы проходите пробный урок, да, вы с ним же можете и заниматься дальше. Поэтому вы сразу можете проверить бесплатно преподавателя, подходит он вам или нет. Также здесь в Инстаграме в такие кружочки, сохраненные активные сторис, там есть запись на наши групповые уроки по Зуму, до 6 человек, нулевой начальный уровень. То есть если только начинаете учить язык, дети только начинают учить язык, очень хороший вариант начать с групп, потом индивидуально. И также есть в сохраненных сторис кружочек цены. То есть на все виды наших занятий там указаны цены, и все это можно у нас на сайте еще посмотреть. Так, окей, и сегодня у нас тема перекусы. Предыдущие уроки мы с вами уже прошли завтрак, обед и ужин. Сегодня завершающий урок по еде, да, будем говорить о том, чем можно перекусить между основными приемами пищи. Вопросы, если у вас есть, пожалуйста, пишите в комментариях после урока, это где-то через минут 20-25, я на них обязательно отвечу. Окей, guys, so hello, 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 how are you? So, I am happy, I am sad, I am angry, I am sleepy, I am tired, I am hungry. Okay, so I am sleepy and happy. What about you? How are you? Как у вас дела? I am... Okay, guys, thank you, good job. Now, I am Ellen. Ellen, Лена, Helen, Елена. So, what is your name? Как тебя зовут? Так, когда показываю карточки, слайды, комментарии отключаю, чтобы всем было хорошо видно, а потом включу обратно. Can. Little bird, little bird, can you clap? No, I can't, no, I can't, I can't clap. Little bird, little bird, can you fly? Yes, I can, yes, I can, I can fly. Elephant, elephant, can you fly? No, I can't, no, I can't, I can't fly. Elephant, elephant, can you stomp? Yes, I can, yes, I can, yes, I can, I can't stomp. Little fish, little fish, can you stomp? No, I can't, no, I can't, I can't stomp. Little fish, little fish, can you swim? yes i can yes i can i can swim gorilla gorilla can you swim no i can't no i can't i can't swim gorilla gorilla can you climb yes i can yes i can i can climb buffalo buffalo can you climb no i can't no i can't i can't climb buffalo buffalo can you run yes i can yes i can i can run boys and girls boys and girls can you sing yes we can yes we can we can sing boys and girls boys and girls can you dance yes we can yes we can we can dance okay thank you for singing with me good job hmm and today we talk about food again food snack перекус snack so right now i'm going to show you my cards and for that i will turn off the commenting mm-hmm so meal прием пищи to have a meal да принимать пищу кушать so today our meal is snack перекус a snack on this picture we have a sweet snack да тут у нас какие-то батончики наверное сладкие на перекус but we know that a snack can be not only sweet but also salty но мы с вами знаем что перекус мой не обязательно должен быть сладким да он может быть и соленым so today we will talk about the different types of snacks поэтому сегодня поговорим про разные виды перекуса so first of all we eat мы кушаем eat кушать what do we eat что мы кушаем we eat food мы кушаем еду как мы с вами помним to eat food and what do we need to eat что нам нужно для еды a plate тарелка a fork вилка a knife нож a spoon ложка so i need мне нужно a fork a knife and a spoon to eat да мне нужно все эти столовые приборы чтобы кушать but also i like to drink я люблю пить i like to drink what do you like to drink что ты любишь пить i like to drink a drink я люблю пить напиток ok and what drink do you like to drink какой напиток ты любишь пить what drink what drink do you like to drink hmm do you like to drink water ты любишь пить воду yes i do i like to drink water no i don't i don't like to drink water hmm ok then maybe может быть do you like to drink milk ты любишь пить молоко yes i do i like to drink milk or no i don't i don't like to drink milk ok then do you like to drink cocoa а какао ты любишь пить cocoa hmm yes i do i like to drink cocoa or no i don't i like to drink a milkshake а я люблю молочный коктейль hmm and do you add milk а ты добавляешь молоко in cocoa в какао or do you add milk in the milkshake а в молочный коктейль добавляешь молоко yes i do i add milk я добавляю молоко hmm ok so new words новые для нас слова да milk молоко this is cow milk это коровье молоко но мы с вами знаем что молоко бывает разное goat milk козье молоко soy milk соевое молоко almond milk миндальное молоко coconut milk кокосовое молоко молока разные виды поэтому перед словом молоко добавляйте то слово какое оно у вас у меня здесь cow milk ok cocoa какао milkshake молочный коктейль this is a strawberry milkshake strawberry клубника клубничный молочный коктейль do you like strawberry milkshake no i don't what milkshake do you like i like chocolate milkshake ok and what else do you like to drink when you have a snack что еще на перекус мы можем пить juice i like to drink juice ok ok do you like to drink coffee no i don't i don't like to drink coffee or yes i do i like to drink coffee ok and do you like coffee with milk yes i do or no i don't i like coffee without milk i like coffee without milk без молока без молока without milk ok and do you like tea yes i do i like to drink tea hmm do you like tea with milk no i don't i don't like tea with milk i like tea without milk i like tea without milk without milk без молока без молока чай с молоком i don't like tea with sugar i like tea without sugar hmm ok maybe do you like tea with honey not honey hmm no i don't i don't like tea with honey i don't like tea with honey i like tea without honey hmm ok и как мы с вами уже поняли у нас перекус может быть salty солёный or sugary или сладкий сначала давайте рассмотрим sugary snack сладкий перекус hmm hmm so i like to have a snack with tea я люблю наперекус чай and then a toast with jam toast with jam да тост с вареньем tea and toast with jam hmm what jam do you like? i like cherry jam okay that's interesting now do you like a croissant with coffee? yes i do i like to have a croissant with coffee for a snack а я наперекус люблю croissant с кофе croissant with coffee or a bread roll или булочку i like a bread roll for a snack да я наперекус люблю булочку hmm or i like sweets with tea люблю сладости с чаем sweet сладкий a sweet конфета сладость конфеты sweets i like sweets with tea да люблю наперекус конфеты с чаем hmm ok do you like jelly? hmm yes i do i often have jelly for a snack я часто наперекус кушаю желе i often часто often have jelly for a snack so i often have jelly for a snack ok do you eat chocolate for a snack? а ты кушаешь шоколадный перекус? do you eat chocolate for a snack? hmm no i don't chocolate is very sweet нет я нет шоколад сильно сладкий ok then do you eat biscuits? а печеньки кушаешь? yes i do i like to eat biscuits for a snack люблю перекусывать печеньками ok and do you like to eat yogurt? hmm yes i do i love yogurt with fruits i love to eat yogurt with fruits ok and hmm do you like yogurt with blueberries? yes i do i love blueberries in my yogurt ok and then do you like pears? pears? hmm no i don't i don't like pears with my yogurt ok then how about hmm how about cherries? do you like cherries with yogurt? yes i love yogurt with cherries very tasty очень вкусно delicious delicious объедение hmm do you like plums with yogurt? yes i do i love plums with yogurt and do you like to have fruits? for a snack а ты любишь перекусывать фруктами? yes i like to have grapes for a snack на перекус люблю виноград or strawberries i like to have strawberries for a snack sometimes иногда i can eat an orange могу скушать апельсин or an apple i can eat an apple for a snack or i can eat two peaches for a snack sometimes i eat a banana hmm ok so sugary snack да сладкий перекус but also we can eat a salty snack ну можно перекусить и чем-то солененьким so let's look salt соль to salt солить if i want a salty snack если я хочу соленый перекус i can eat a salad могу скушать салат i can eat a vegetable salad so i can eat a vegetable salad for a snack да могу на перекус кушать салат in my salad i like tomatoes peppers peppers huh do you like carrots in your salad а вы любите морковку в салате do you like salad with carrots no i don't i don't like salad with carrots hmm do you like a salad with spinach hmm no i don't i don't like salad with spinach hmm ok ok then do you like a salad with onions no i don't like a salad with onions ok and do you like a salad with broccoli hmm yes i do i like a salad with broccoli broccoli is very tasty брокколи очень вкусная hmm and healthy да и полезная для здоровья а do you like a salad with eggs любите салат с яйцами no i don't or yes i do i like a salad with eggs or no i don't i like a salad without eggs ok and do you like a salad with oil с маслом любите салат yes i like salad with olive oil люблю с оливковым маслом салат or no i like salad with sour cream я люблю салат со сметаной sour cream ok or i like my salad with sauce я люблю салат с соусом on this picture i have tomato sauce да здесь у меня какой-то томатный соус но you can take any sauce for a salad но на салат можно взять любой соус их много so do you like a mild sauce вы любите средне-острый соус spicy соус острый соус острый соус or not spicy соус или не острый соус я люблю салат с кислым соусом я люблю салат с кислым соусом неострый да не острый ok and what sauce do you like какой соус вы любите sweet сладкий bitter горький sour кислый or salty или солёный i like a salad with a sour sauce я люблю салат с кислым соусом не обязательно прям кислым кисловатым да ok and to make a salad we need to take fresh vegetables да свежие овощи надо брать на салат not spoiled not spoiled so don't take spoiled vegetables to make a salad да не берите испорченные овощи чтобы сделать салат take fresh vegetables берите свежие овощи ok so this was a healthy snack это мы с вами поговорили про ну более-менее полезный перекус если он не сильно сладкий да и не сильно много сахара but also sometimes we eat junk food for a snack но иногда мы едим не полезную еду на перекус да junk food junk food hmm ok so what junk food is there какое есть crisps chips i don't eat crisps for a snack я на перекус чипсы не кушаю do you like crisps вы любите чипсы? i like crisps or i don't like crisps so these are potato crisps да это у нас картофельные чипсы junk food мы с вами обсуждаем hmm or or pizza or pizza do you like pizza? do you like do you like do you like okay one moment guys pancakes yes i do i love to have pancakes for a snack with a cup of coffee or a cup of tea or i can eat a donut hmm a donut hmm a donut do you like donuts? no i don't i don't like donuts or yes i do i love donuts and i eat them everyday hmm not really healthy hmm okay so that is it with a snack today if you want you can write in comments what snack is your favorite можете в комментариях пока написать какой перекус у вас самый любимый and i have another presentation for you so let's take a look do you like pickle pudding? this is called so do you like pickles? yes i do do you like pudding? yes i do do you like pickle pudding? no i don't yuck do you like mushrooms? yes i do do you like do you like popsicles? yes i do do you like mushroom popsicles? no i don't yuck do you like cauliflower? yes i do do you like cupcakes? yes i do do you like cauliflower cupcakes? no i don't yuck do you like sushi? yes i do do you like smoothies? yes i do do you like sushi smoothies? no i don't yuck okay okay thank you for today hope you found new words to learn today we talked about snacks and now i will gladly answer your questions thanks thanks пишите да то что вы любите пончик бургер пиццу чипсы сладкий батончик но пока все перекусы не очень полезные так можно ipad повыше держать ну смотрите я обычно когда его держу да на примере с картинкой давайте еще раз с вами рассмотрим я стараюсь так чтобы было видно и мое лицо и сам ipad если я буду держать повыше это будет выглядеть ну примерно вот так ну и плюс отсвечивает лампа и так далее поэтому ipad я держу таким образом чтобы вы видели и меня и то что на картинке и также хочу отметить что когда будет запись комментариев видно не будет так как эфир сохраняется без комментариев и все что на картинке будет видно отлично поэтому можно пересмотреть эфир в записи так my favorite is salad and rolls ok but i would say if you eat a salad and rolls then that is lunch то есть давайте с вами поймем что у нас есть breakfast завтрак lunch обед dinner ужин это полноценные приемы пищи а snack это такой перекус вы знаете вы позавтракали в 8 там я не знаю в 10 часов или в пол 11 ну или там в 11 перекусили чем-то небольшим не сильно плотным и уже там в час в два часа дня плотно пообедали поэтому я бы сказала что салат с роллами это такой уже прям обед нежели перекус как на английском телевизор tv television а вот в комментариях уже кто-то и ответил собственно за комментариями ребенок не видит картинку окей ну да поэтому обычно когда картинки показываю выключаю комментарии но сегодня хотелось еще чтобы вы успели написать чем вы перекусываете так какие языки вы учили кроме английского и русского ну вообще учила еще испанский и немецкий но выучила только из иностранных английский полноценно и его использую всю жизнь очень активно так кто-то пишет французский здорово мне кажется французский еще сложнее чем английский вы преподаете для детей 4 лет наша школа преподает для детей людей от 4 лет как на английском языке будет перекус но об этом собственно и была тема нашего урока сейчас конечно зеркальная камера покажет но snack snack это и есть перекус то есть об этом как раз целый урок я и говорила так пока пишите вопросы если они есть я напомню что завтра в 7 часов вечера у нас будет вебинар на тему что где как волрайт если вы еще нашей школе не все знаете а ребята забыла самое главное сказать в начале у нас же сейчас супер крутая акция то есть если вы уже занимаетесь нашей школе ваш ребенок вы можете записать небольшой кусочек занятия на видео ну там может 20 секунд то есть нет ограничения там по времени выложить у себя в stories отметить нашу школу и вам начислят тысячу рублей на ваш счет то есть вы сможете докупить себе занятий за это видео поэтому у нас есть пост здесь страница в инстаграме вчера пост был поэтому пожалуйста заходите читайте если вы уже у нас занимаетесь получаете тысячу рублей на счет так как к вам записаться ко мне сейчас нету возможности записаться потому что у меня полная запись у меня нету свободных слотов для того чтобы брать новых учеников у нас более 400 преподавателей и становится их больше и завтра как раз на вебинаре мы будем говорить о том как выбрать преподавателя да поэтому я вас уверяю у нас в школе есть я уверена преподаватели еще веселее и круче меня вот нужно пробовать то есть бесплатное пробное занятие все покажет в шапке профиля здесь в инстаграме или у нас на сайте можно записаться и выбрать преподавателей с ним заниматься может ли ребенок 11 лет работать в зум работать ребенок одиннадцати лет или заниматься если проработать то это не ко мне ребенок в одиннадцать лет работать в принципе наверное может но смотрите у нас в зуме занимаются из личного опыта скажу на карантине мой еще тогда четырех с половиной летний сын спокойно занимался в зуме и по скайпу и сейчас занимается то есть тут вопрос того как родители организуют процесс так а как на английском я живу в квартире так ну смотрите я вообще в принципе очень люблю вопросы и выполнять в прямом эфире функцию google переводчика знаете в поисковике вводите google translate и там все переведется мне несложно i live in a flat вот но просто как вариант мне кажется с google переводчиком это удобнее потому что вы можете прочитать эту фразу и там идет озвучка в google translate и можно предложениями даже текстами переводить сколько стоят уроки у нас есть уроки групповые индивидуальные 25 55 минут с русскоязычным преподавателем с носителем с англоговорящим неносителем и все это влияет на стоимость поэтому пожалуйста здесь в инстаграме в сохраненной активной stories кружочек написано цены переходите туда и выбираете какой формат с каким преподавателем там указаны цены так я просто пишу с мамного аккаунта окей я поняла независимо от того с какого аккаунта вы пишете на этом же телефоне или на другом девайсе заходите там google chrome safari mozilla firefox в общем поисковая система да браузер с поисковой системой и вводите google translate и туда вводите я живу в квартире и получаете перевод но я живу в квартире это i live in a flat как вас зовут меня зовут елена луговая спасибо сейчас вернусь куда и откуда может и дам туда надо расскажите нам с вами сколько стоит слушайте но во первых мнений не очень нравится формировка само этого вопроса сколько с вами стоит я не знаю на сайте все указано вот потому что понимаете тут такой момент у наши занятия продаются еще и пакетами 25 уроков 50 и стоимость тоже от этого зависит по какой программе вы обучаете вот вам точно на наш вебинар завтра в 7 часов вечера мы будем об этом более детально рассказывать но если в целом за основу у нас взяты кембриджские издания и это kids box и fly high по сути какой бы международный или там наш учебник вы не взяли они все построены плюс-минус по одной и той же программе потому что невозможно допустим выучить present continuous если ты еще не знаешь present simple и глагол to be поэтому плюс-минус все построено одинаково просто может быть там в разном формате так спасибо за урок очень понравилось спасибо и вам большое давайте так я еще одну минуту жду если какой-то вопрос появится я на него отвечу если нет то вам спасибо большое пожалуйста пересматривайте уроки то есть здесь день начального уровня как ну кто смотрит самого начала заметил что и фразы более сложные и мы уже и вопросы и отрицание и лайки can и много чего добавилось потому что начинали мы просто со слов игрушек с предметов да и базовых вопросов is it a cat yes it is вот сейчас уже все усложняется поэтому если вдруг ребенок меня смотрел и ребенку сложно зайдите пожалуйста на gtv канал здесь в инстаграме и начните с самых первых уроков и тогда ребенок плавно войдет запись будет пропустила обязательно то есть запись всегда есть я думаю что дальше мы пойдем с вами по теме спорт вот и еще очень хочу что-то сделать интересное для вас эфир в неделю хэллоуина да потому что в конце октября будет так московское время будет а завтра 19.00 по москве до завтра будет вебинар что где как влрайт ну здесь в прямом эфире так эти знания помогут для выполнения домашних заданиях школьных слушайте но очень абстрактный вопрос потому что 11 класснику наверное не очень помогут первоклассники тоже наверное не очень ну и плюс если домашнее задание ваша любимая еда то конкретно этот урок поможет то есть для вам я же не знаю какой класс какие домашние задания то есть это явно вопрос не для моих эфиров скажите пожалуйста как можно заинтересовать ребенка к языку в школе ну смотрите в школе это вообще сложный вопрос потому что очень часто образовательный процесс школе он направлен не столько на знания сколько на оценки которые не всегда говорят да о знаниях ребенка потому что у меня есть дети которые со мной занимаются с моей точки зрения до пятерки там еще нужно учиться и учиться на школе они пятерки уже получают родители довольны но мы продолжаем заниматься потому что все понимают что все равно еще есть где-то какие-то ошибки и трудности да и нужно учиться круто сколько заданий в неделю задание или занятий если занятий то понедельник 14 00 по москве средний и выше уровень один урок и среда 14 00 по москве начальный и выше уровень тоже один урок пробные уроки так что пробные уроки уточните пожалуйста для школьников теперь какое расписание значит так мы вроде ответила привет из казахстана привет казахстану очень скучаю за алматы два раза у вас была с выездными курсами в свое время очень красивый город и замечательная страна и очень гостеприимные люди и баранина очень вкусно так пожалуйста если на какой-то вопрос я не ответила напишите уточнение я отвечу еще две минуты и я буду заканчивать эфир мы два года обучались лингвистической школе лондон экспресс ваша программа в чем-то ну смотрите я преподаватель я вам честно без стада скажу что я не слежу за всеми англоязычными школами их просто миллионы в каждом городе наберется я думаю минимум штук 50 из-за программой поэтому опять же программа везде плюс минус одинаковая то есть мы начинаем с базового кабуляра все темы они есть тема школа игрушки и школьные принадлежности до члены семьи части тела есть грамматические темы которые ну плюс-минус везде идут одинаково потому что сначала нужно выучить глагол тебе в present simple can have да и отрицательную вопросительную утвердительную форму потом подключается present continuous там дальше future simple и past simple поэтому программа плюс-минус одинаковая вопрос только в каком порядке расставлены разговорные темы то есть мы там говорим сначала о погоде или мы сначала говорим о школьных принадлежностях и в том как подаются грамматические правила то есть они подаются в учебнике с объяснениями значит настоящее простое время это время которое мы используем для писания действий которые выполняем регулярно каждый день иногда никогда или они представлены форме просто вам дается там слова everyday sometimes да и утвердительная отрицательная вопросительная форма и вы просто отрабатываете на упражнениях поэтому родители очень много волнуются о программе но поверьте мне она плюс-минус то есть не нужно преподавателю как правило у нас в школе особенно до проходить с ребенком и вообще неважно с репетитором сами занимаетесь но не интересно будет вот говорят как заинтересовать в школе да то есть не интересно как как минимум вот не делать так то чтобы репетитор или учитель помимо школы тот же учебник проходил с ребенком дважды делать одно и то же с разными людьми это точно не интересно как заинтересовать это показать и интересный английский вне школы я до конца не ответила на тот вопрос а мне кажется можно да то есть это просмотр любимых мультиков сериалов чтение книг на английском это музыка какая-то на английском которая нравится ребенку комиксы на английском настольные игры на английском очень круто если родители сами знают язык и могут настольную игру там в ту же монополию или в крокодила во что угодно с ребенком поиграть путешествие до за границу где говорят на английском и ребенок сможет сам там не знаю спросить как куда пройти заказать себе мороженое там воды купить и так далее то есть вот показать что английский нужен не только в школе так вы заинтересуете ребенка где можно посмотреть эти уроки только зашла к вам здесь же в инстаграме на gtv канале иконка телевизора некоторые есть еще на youtube канале нашим до скольки лет можно заниматься нету ограничения вот пока вы живы можно заниматься ну и и вы в состоянии заниматься то можно заниматься у меня самый взрослый мой ученик в памяти сколько же ему было точно возраст не знаю но около 60 так здравствуйте нам четыре с половиной года можно уже вводить иностранный язык иностранный язык можно вводить когда вы еще носите ребенка под сердцем то есть никогда не рано никогда не поздно как формируются группы по возрасту или по уровню знаний ну конечно в первую очередь по уровню знаний то есть когда группы у нас есть тестирование поэтому прежде чем записать в группу вы ваш ребенок пройдет тестирование подходит ли ему этот уровень так мы в шестом классе ну смотрите может быть конечно уже шестикласснику в группе опять же не знаю кто будет в группе то здесь надо уточнять администратора потому что если там есть еще дети постарше то ему будет более интересно да если там будут только маленькие то конечно он себя будет чувствовать некомфортно поэтому нужно смотреть по ситуации дать запрос администратором пройти тестирование вот классный комментарий моя мама в 75 лет учит английский это кстати очень классное средство против диме дименции да то есть это вот потеря памяти ухудшение умственных способностей поэтому говорят что когда наступает уже такой солидный возраст не нужно отмахиваться мол то это все для молодежи нам там уже поздно невдомек и так далее нет надо наоборот свой мозг то есть мозг это та же мышца то есть тело мы там качаем тренируем чтобы она была красивая подтянутая мозг нужно тоже качать тренировать чтобы он не как это сказать не атрофировался вот поэтому никогда не поздно учите что-то новое не взять это будут языки да то есть кому что больше нравится так все я уже пересидела максимально сколько могла спасибо вам большое за вопросы сегодня кстати были даже часть очень интересных вопросов давно таких не было вам желаю хорошей недели и до встречи на следующей так простите последний комментарий как обычно она с индивидуальная взять сразу на маму и внучку так смотрите я сейчас не беру новых учеников я учитель я мама я жена я человек а вот поэтому у меня есть много в общем активности и занятий но мало на все времени в сутках пока что новых учеников не беру вот как только смогу сообщу но у нас более 400 преподавателей и можно записать и маму и внучку к одному преподавателю поэтому пожалуйста дайте запрос администратором какого вы хотите преподавателя веселого активного энергичного или наоборот строгого спокойного поверьте вам подберут и вам понравится только пройдите пробный это бесплатно все всем пока пока хороших выходных хорошей недели